Как в несколько раз увеличить площадь на наших подоконниках для выращивания рассады, ничего не переделывая, не ломая, и создать идеальные условия для роста и развития рассады? Об этом вы узнаете в сегодняшнем нашем ролике. Здравствуйте, дорогие наши садоводы и огородники! Подписчики нашего канала Дача без проблем! С вами я, Бабий Нолан Васильевич, Огромный Садовод. Марк-апрель – это самая горячая пора, когда практически все садоводы на своих подоконниках выращивают рассаду овощей и цветов. И почти все сталкиваются с такой проблемой. Это я хорошо знаю по себе. Хочется посадить как можно больше разных сортов, гибридов, испытать новинки. Но, к сожалению, подоконники и не резиновые, места для всех ящиков, для всей рассады, как правило, не хватает. И мы вынуждены ставить их очень плотно друг к другу. Ставить на столы и отодвигать от окна, где не хватает света и, естественно, в таких условиях рассада здоровой не вырастает. Или просто отказаться от выращивания каких-то интересных, может, новых сортов и гибридов. Я для себя нашел такое решение этой проблемы в этом году, чем хочу и поделиться с вами. Я приобрел компактный, удобный стеллаж для подоконника. Этот стеллаж вам сэкономит много пространства и поможет создать идеальные условия для роста и развития вашей рассады. Он достаточно легко и быстро собирается. Сделан он из оцинкованной стали и покрашен водостойкой краской, что исключает появление ржавчины. В нем две вот такие дополнительные съемные полки, которые при необходимости легко снять и помыть. У него очень удобные опоры, благодаря которым он прочно стоит на подоконнике. В комплекте есть удобное крепление для фитоламп или ламп длинного света с цепочками, что дает возможность регулировать их по высоте над рассадой. Стеллаж очень крепкий и каждый полк может выдержать до 60 килограмм. Поэтому на них смело можно устанавливать или по два ящика стандартных рассадных вот таким образом, или по четыре ящика поперек. Приобрел я этот замечательный стеллаж на сайте производителя Best Grядka. Вы можете найти ссылку на сайт в описании под роликом. Вот кто-то из вас сейчас подумал, а почему бы такой стеллаж не сделать самим? Ну, теоретически, конечно, это возможно. Но представьте, все нужно промерить, рассчитать, сесть в магазин, приобрести необходимые материалы, инструменты, потратить много времени, чтобы все это потом смонтировать, собрать. И не факт, что у вас получится так вот аккуратно, удобно и ничему не будет это все мешать. Поэтому проще, конечно, приобрести готовый, удобный стеллаж и долгие годы использовать его для выращивания полноценной, качественной рассады. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Всего вам хорошего, будьте здоровы и хороших вам урожаев в этом году. Субтитры сделал DimaTorzok